Всем привет! Все игры для этого видео посоветовали вы, мои подписчики, за что спасибо вам огромное. Так вы значительно облегчаете нам поиски новых игр на обзор. На некоторые игры я обзор снимать не буду, так как на них уже были обзоры когда-то. Просто некоторые, скорее всего, не смотрели мои прошлые обзоры и писали мне те игры, которые я уже снимала. Некоторые мои видео из этой рубрики могут называться обзор на трешовые игры про животных. Но поймите, что в эти обзоры могут попасть очень хорошие игры. Вы, скорее всего, спросите, а для чего? А это все для того, чтобы на реально годные игры люди обратили внимание. И, возможно, потом их скачают и сами поиграют. А перед началом этого видео хочу порекомендовать вам хороший и удобный маркетплей с PlayRock. На нем вы сможете покупать какие-либо аккаунты, игровую валюту или услуги. И здесь все просто. Сначала вам нужно пройти по моей ссылке в описании или в закрепленном комментарии и зарегистрироваться через ВК или Гугл. На сайте регулярно проходят какие-либо акции, а иногда и розыгрыши. Вот сейчас, например, проходит розыгрыш на 500 тысяч рублей. Первые три победителя получат игровой ноутбук iPhone Pro Max, PlayStation 5, а с 4 по 10 место получат 5000 рублей на баланс. Успейте поучаствовать. Всем удачи в розыгрыше. Также тут запрещен обман в любом виде. И вот список правил, которые должен знать продавец. И если все-таки вас обманут, то смело пишите в техподдержку. Она вернет вам ваши деньги. Всем приятного просмотра. Так, первая игра. В PlayMarket было название какое-то про кошку, но тут можно выбрать кошку, собаку, либо человека. Давайте посмотрим, какие модельки у человека. Ну, в принципе, норм. Ну, конечно, хотелось бы поиграть за кошечку, так как мы сюда ради животных пришли. Хотя можно и за собачку, я думаю, поиграть, но где у нее тут скины? Странно все, конечно. Ну, давайте выберем вот этот скин и назовем его в честь моего кота. Кстати, вот как выглядит мой кот. Я думаю, очень похоже. Так, только не совсем понятно, что тут надо делать. А это что сейчас было такое? Это, типа, краска? Что это? Блин, чё так всё странно? А здесь что можно сделать? Попить. Ну, в принципе, анимация прикольная. Давайте попробуем выйти в онлайн. Может, даже пообщаемся с кем-нибудь. Ну, судя по никам, тут есть русские. Так что, возможно, получится пообщаться. Так, ждем ответа. Давайте что ли пока посмотрим всю локацию. Может быть, кого-нибудь из игроков найдем. Вон они. Вижу, тут у кого-то есть крылья, но мне кажется, что в этой игре нельзя летать. Мне кажется, это просто скин. Потому что я чё-то не вижу, чтобы они летали. Вижу, в чат чё-то пишут, но я не могу разобрать. Какой-то текст просто не связанный. В принципе, на батуте мы прыгаем высоко. Но анимация прыжка, это, конечно, вообще... Он лапами вообще от батута не отталкивается. Он просто как бы в одной позе завис. Чё тут вообще можно делать? Ну, разве только общаться и делать какие-то действия, как в Вайлде? Тут даже нету кнопки драться. То есть тут вы не сможете никого побить. То есть это просто симулятор общения. И мы играем за кошку, собаку, либо человека. Ну, такое себе. Переходим к следующей игре. Так, следующая игра у нас уже про лису. И как обычно, в плеймаркете фото красивые всякие. Но, как вы видите, 3D-моделька это уже что-то с чем-то. Да и анимация, в принципе, я не скажу, что прямо супер. Но мне это напоминает игру про медведя из прошлого видео, где мы не могли вообще никак целью ударить. То есть мы вот так вот около них бегаем и попасть толком не можем. Вполне возможно, это один и тот же разработчик, так как локация тоже какая-то такая мрачноватая была. И моделька медведя тоже такая не особо проработанная. Как будто реально это один и тот же разработчик. Но у медведя-то не было никаких способностей. Хотя, возможно, этот чел мог придумать что-то прикольное на лису. Но я, конечно, не вижу смысла в подобное играть. Потому что вы тупо убиваете свое время. Ну, это обычная убивалка. Конечно, Вайлд тоже убивалка. Но там хотя бы есть онлайн. Там не скучно. А здесь вы, получается, просто в одиночку бегаете и все. Просто деретесь, не пойми за что. И в чем тогда смысл подобных игр? Они же быстро надоедают. Даже миссии проходить и то интереснее. Ну и чё толку? Уровень повысился. Я вот ничего не вижу, чтобы прямо изменилось чё-то. Давайте попробуем вот с этим сразиться, что ли. Капец, тут ещё и человек какой-то пристал. Блин, ну я не знаю, что в этой игре вообще делать. Всё как-то скучно. Но тут прикольное только то, что за мной бегают две цели. И один из них бьёт другого. Вот вы сейчас можете это видеть. Я никого не трогаю. Они реально бьют друг друга. Мне кажется, что в этой игре может быть интересно только вот это. И всё. Что типа какие-то NPC друг друга бьют, которые как бы за мной вроде гонятся. Но на самом деле, творят какую-то дичь. Ну мы умерли. Зашибись. Переходим к следующей игре. Так. Следующая игра это симулятор козла. Насколько я помню, очень давно в детстве я в неё играла. Ну и она была интересной. Очень интересной. Не помню, был ли там онлайн. Но в плане возможностей она была прямо дико интересной и прикольной. Давайте попробуем поиграть. Только мне писали, конечно, что эта игра превратилась в лютую донатную помойку. Но я надеюсь, что мы сможем как-нибудь поиграть. Я как бы не собираюсь сейчас никакие взломки с интернета скачивать. Ну во-первых, нужно время немного затратить, чтобы найти нормальный проверенный сайт. То есть без вирусов всяких. И потом ещё запариться, чтобы это всё установить. Короче, я не собираюсь этим заниматься. Но мы можем, конечно, глянуть, какие тут есть режимы. Но вы как бы понимаете, что они платные. Так, вот вроде бы бесплатно. Ну давайте заценим. Так, задание перепрыгнуть через препятствие. Ну, мы сделали. Правда, тут не сразу награда приходит. Ну и ладно. Давайте просто посмотрим, что здесь можно делать. Ну, прыгать на батуте можно. И тут какую-то высоту считают, вроде. А чё за эти достижения дают, я не знаю. Возможно, дают какие-то монетки. Ну, я так просто предполагаю. Лежит прикольно, но вот как встать. А, вот всё. Давайте попробуем кого-нибудь ударить или взаимодействовать просто как-то с этим человеком. Чисто ради интереса. Это получается, мы сейчас чё делаем? Мы его лижем или чё? А, мы его языком взяли. Конечно, в реальной жизни такого быть не может, но в игре это просто прикольно. Как его колбасит, вы просто посмотрите. Давайте его попробуем через забор, что ли, перекинуть. Куда бежишь, лол? Испугался, походу. Ну, в принципе, игра прикольная. Идём к следующей игре. Так, следующую игру я тоже когда-то давно очень играла. И помню, мне даже понравилась. Но я её удалила, потому что мне просто наскучило. Ну, давайте, что ли, попробуем в неё поиграть ещё раз. Просто вспомнить, чё там было. Мне кажется, эту игру многие знают. Потому что она очень популярная. Такая же вроде бы и про собак была. Ну, я сейчас всё это читать не буду, так как мне просто некогда. Да и вам, наверное, не хочется столько сидеть и смотреть одно видео. Прикольный, кстати, ник мне дали. Вот, кто шарит. Ну, вы, наверное, знаете, да? Что такое МОМО. Вы, скорее всего, знаете. Тоже такая страшилка раньше ходила. Не, ну ник, конечно, мне угарный подобрали. Интересно, это рандомно было или они там всем такие ники дают? Хотя, мне кажется, рандомно. Но мне, как обычно, везёт. Ну, в принципе, скины прикольные, тут можно сделать. Правда, чтобы получить эту одежду, нужно сначала ещё и разблокировать её. Чего я делать сейчас не собираюсь. Так как я понимаю, что это затянется очень-очень надолго. Так, насколько я понимаю, нам надо сейчас какой-то квест пройти. Давайте попробуем. Ну, здесь ничего сложного нет. Просто нужно по боссу кликать, чтобы побыстрее было. Ну, так они, конечно, могут и сами без меня справиться. Так, и дальше что? Давайте попробуем следующий квест пройти. Блин, не соответствует требованиям. Ладно. А вот-вот, мы получили героя, которые соответствуют уже этим требованиям. Ну, давайте попробуем начать квест. Только нам, конечно, говорят, что нужно сначала купить вот это здание. Пишут про какой-то огонёк, который можно использовать для эволюции. Ну, давайте попробуем кому-нибудь провести эту эволюцию. Ну, в принципе, прикольно. Ну, я думаю, кого заинтересует, вы, наверное, сами скачаете, поиграете. Так, и тут нам пишут, что у неё слишком маленький уровень, и мы просто проиграем этот квест. Давайте попробуем поднять её, что ли, что ли, уровень. Вот так вот. Ну, в принципе, ничего сложного в этой игре нет. Вы просто получаете героев, делаете им всякую эволюцию, и убиваете боссов. Интересная эта игра только в плане разнообразия героев. То есть, вы просто будете стремиться к более сильным, более интересным поспособностям. Ну, это понятно. Так, ребят, на этом всё. Все игры и их названия будут в конце. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok